Как оформить научную работу? 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 Как информацию? Давайте сигнализируйте, пожалуйста. Договорились? Итак, мы с вами начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Наш вебинар называется «Как оформить научную работу?» Мы ее взяли в журнал. Процесс публикации научной статьи – это процесс двусторонний. С одной стороны, автор выбирает, где разместить свою статью. Мы выбираем журналы, пишем тексты, проводим большую подготовительную работу. С другой стороны, редакции отбирают те материалы, которые отвечают их требованиям качества, обладают высоким качеством и максимально соответствуют профилю журнала. Соответственно, идет и процесс конкуренции журналов между собой в борьбе за лучших авторов и интересные качественные материалы. И, с другой стороны, между авторами за место под обложкой на страницах журналов. Поэтому оформление и требования к оформлению публикации становятся одним из таких важных факторов авторской конкурентоспособности. И от точности и правильности оформления зачастую зависит результат, возьму ли статью в журнал, несмотря на ее содержательно-качественный уровень. Требования к публикациям, сразу стоит сказать, отличаются в разных журналах. Поэтому очень важный момент – это выбор журнала для публикации своей статьи. Сегодня мы с вами на нескольких вопросах, касающихся темы оформления. Это вообще очень большая и многоплановая, многоаспектная тема. Но основные моменты мы с вами постараемся сегодня рассмотреть. Что касается общих требований к оформлению публикации, о библиографических ссылках, о структуре работы, оформлении при статейной библиографии для отечественных журналов и особенности оформления для публикаций в журналах, индексируемых в библиографических и реферативных базах Web of Science и Scopus. И выбор журнала. От него будет зависеть и насколько серьезные требования к оформлению публикации будут к нам предъявляться и сколько времени мы на оформление затратим. И поэтому самое главное здесь определиться с целью при выборе издания, куда мы будем размещать нашу публикацию, планируем. Нужно ли нам опубликовать статью к диссертационному исследованию? Либо мы планируем установить некий приоритет в какой-либо области, либо узком вопросе. Или представить результаты проведенного научного исследования. Или нам нужно опубликовать что-нибудь для отчетной галочки. Давайте по-честному такое тоже бывает. Количество публикаций должно быть. Нужен ли нам индекс цитирования? На какую целевую аудиторию мы рассчитываем? Будет ли это широкий круг читателей или узком специализированная аудитория профессионалов, специалистов в какой-то определенной сфере или области? Вот от этого всего и будет зависеть выбор издания. На самом деле это, конечно, не все критерии. Это только самые основные вопросы, которые мы задаем перед тем, как приступать к оформлению, к написанию материала в соответствии с требованиями. Конечно, лучше, если журнал находится в списке рекомендованных ВАК, еще лучше, если он индексируется в библиографических и реферативных базах, таких как РЕНС, еще лучше SCOPS или Web of Science. Но в любом случае нам потребуется достаточно большой ресурс времени на проработку и материала содержательного, и оформление статьи, а потом, возможно, еще и на доработку статьи как в содержательном плане, так и в части оформления. И невыполнение формальных требований издательства – это частая причина отказа от публикации. Поэтому хотя бы в этом вопросе требуется минимизация рисков в этой части для того, чтобы сэкономить время для решения каких-то содержательных вопросов. Процент отказа выше в тех журналах, которые индексируются в международных библиографических и реферативных базах, в некоторых журналах Web of Science, может доходить до 90%. И очень часто это решение принято именно на основании несоответствия оформления статьи требованиям издания. Какие ключевые элементы для оформления публикации чаще всего применяются? К чему предъявляются требования в различных изданиях, как в русскоязычных журналах, так и в международных, индексируемых в международных базах? Это требования к шрифту, размеру, межстрочному интервалу, выравнивание, оформление иллюстративного материала, особенности вставок, использование формул в статьях, если они присутствуют, требования к структуре статьи, возможно индексация по УДК, но это в основном касается русскоязычных изданий. И оформление списка использованных источников при статейной библиографии. Вот это основные моменты, которые практически во всех требованиях изданий к публикациям присутствуют, на которые имеет смысл обращать внимание. И начнем с самого, может быть, простого, оформления текста. Попробуем сформулировать некие общие требования. Большинство изданий предъявляют практически одинаковые требования к оформлению текста статей, хотя здесь трудно дать какой-то общий, единый рецепт для всех изданий вообще, для всех журналов вообще, так как они все равно будут отличаться. Поэтому первое и основное условие успешности вашей публикации – это внимательно прочитать все требования, не пропуская ни строчки, ни буквы. Все может оказаться важным и все может сыграть на результат, либо его отсутствие. Поэтому на это обращайте, пожалуйста, внимание. Но, тем не менее, просмотрев более 20, наверное, требований различных изданий к публикациям, мне удалось сформулировать такие общие, наверное, требования, которые чаще всего встречаются. По шрифту чаще всего это Times New Roman, хотя в нескольких сборниках и журналах научных мне встретилось требование либо возможности на выбор автора, либо Arial, либо Times New Roman, либо только строго Arial. Размер чаще всего 14, хотя для некоторых изданий, входящих в международные базы Web of Science и Scopus, требование идет 12 размер шрифта. Межстрочный интервал практически везде поголовно-полуторный. Обзацные отступы тоже возможны варианты, чаще всего либо 1,25, либо полтора сантиметра. Иногда встречаются требования к оформлению списков. Нумерованные, либо маркированные только точки. Вот это можно взять на вооружение. Никаких тиры, никаких дефисов, никаких черточек в маркированных списках не должно быть. Используйте лучше точки. Оформление, требования к оформлению заголовка стандартное, выравнивать тексты тоже самое. Таблицы и рисунки тоже требования знакомы нам по оформлению ВКР. И часто встречаются требования представлять схемы, графики и диаграммы в виде рисунков. Очень часто идет просьба, пожелание, рекомендация, скажем так, выполнять их в черно-белом варианте. Поэтому здесь нужно смотреть на качество тех рисунков, которые мы представляем в издательство. И также возможны варианты. Либо есть указания о необходимости вставлять рисунок непосредственно в текст. Но чаще идет требование прилагать их отдельными файлами. На это тоже, пожалуйста, обращайте внимание. После того, как мы внимательно прочитали все требования, поправили, отформатировали свою статью, еще один пункт, который мы забываем, упускаем, но который, наверное, имеет смысл все-таки применять при подготовке наших материалов для публикации. Проверьте текст на читабельность. Что это значит? Для определения читабельности текстов обычно чаще всего используются два индекса – индекс флеш и индекс флеша. Флеш, формула флеша позволяет оценить нам степень сложности текста для восприятия, а индекс флеша показывает уровень удобочитаемости текста и необходимый образовательный уровень для восприятия данного конкретного текста. На прошлом вебинаре мы более подробно про эти индексы говорили. Был у нас вебинар по текстам. Вкратце напомню, что касается научной литературы, показателей индексов читабельности. По флешу чем меньше, тем лучше, индекс флеша наоборот, чем больше, тем круче. Для научной литературы хорошо бы, чтобы индекс флеша у нас приближался к приведенным здесь показателям, но уровень 50-55 – это уже уровень деловой литературы. Поэтому ничего страшного, если у нас будут какие-то отклонения от данных показателей. Самое главное, чтобы не меньше, не больше. И индекс флеша здесь наоборот, чем больше, тем лучше. Самое оптимальное – это от 14 до 17. Это уже приближается к уровню научной публикации. Как можно просто определить читабельность текста? Конечно, вручную рассчитывать это достаточно сложно, но есть способы, которые позволяют нам сделать этот процесс более легким и комфортным для нас и сэкономить время на подготовку публикации. Но самый простой пример – это с помощью той статистики, которая есть, сервис, который есть в Word 2010. В 2007 он работает в урезанном формате, а в 2010 он показывает данные вполне корректно. Делается очень просто. Выбираем параметры, настраиваем, выбираем правописание. Сейчас я возьму стрелочку. Выбираем правописание и ставим две галочки. Выбираем «Показывать статистику удобочитаемости» и посмотреть, чтобы в предыдущем квадратике проверка орфографии и грамматики тоже стояла галочка. Нажимаем «Ок». И все теперь для всех наших вордовских файлов. Статистика удобочитаемости будет показываться при выполнении проверки на правописание. А теперь мы делаем очень просто. Берем текст нашей статьи, которую мы подготовили. И два варианта у нас возможны. Либо мы хотим весь текст проверить. Тогда мы нажимаем кнопочку «Проверка правописания». А статистика удобочитаемости запускается только после проверки правописания. Отдельно она не работает. Либо выделяем в тексте небольшой фрагмент, нажимаем клавишу F7. И затем, когда у нас появляется окошко для проверки, просто нажимаем клавишу «Пропустить все», если нам не нужно проверять грамматику и орфографию. И когда проверка заканчивается, у нас автоматически появляется такое вот окошко «Статистика удобочитаемости». Тут вся статистика, все показатели для нашего текста. И вот они, первые показатели легкости чтения. Уровень образования, легкость чтения, число сложных фраз в тексте. По уровню образования здесь потребуется некая интерпретация. Но вот вариант я здесь примерно для вас привела. В раздатке он есть. Скачайте презентацию, там можно будет посмотреть. То есть наша задача, чтобы наш текст по уровню образования был, ну, по крайней мере, выше 12-ти, это уж точно. Чем ближе к 20-ти, тем лучше. По легкости чтения к 100% конечно стремиться не нужно, но и к нулю тоже. Где-то средний показатель должен быть, насколько легко воспринимается наш текст. Но здесь будет зависеть от того, на какую аудиторию вы рассчитываете. То есть 70-80 – это просто слишком легко. К нулю, ближе к нулю – это показатель уже более серьезный, требующий серьезной подготовки от наших читателей. И число сложных фраз. Нулю, конечно, равняться не должно в процентном соотношении, так как в научной работе мы используем и сложно сочиненные, и сложно подчиненные предложения. И сложных фраз у нас будет гораздо больше, чем в тексте научно популярном. Поэтому смотрите, чтобы здесь у вас процент все-таки появлялся. Но благозвучие не знаю, нужно ли. При Word 2007 вот эти показатели не выводятся, он выводит только вот эти верхние два блока. Это расчетные показатели, по которым можно тоже рассчитать индекс фуга и посмотреть индекс флеша. Есть еще более простой вариант для оценки читабельности наших текстов. Это два, вот верхние два ресурса для русскоязычных текстов. Просто русский язык отличается от английского, и там вводятся дополнительные показатели. Он считается более сложным. Вводятся дополнительные коэффициенты, и немножко по-другому производится расчет. Поэтому это надо иметь в виду. Поэтому русскоязычную часть публикации, если мы пишем на русском языке, для русского издания, проводим по этим тестерам определение уровня сложности текста, работает очень быстро. Единственное, что кусочек, не обязательно всю статью вставлять. У них тоже есть в некоторых ограничениях по количеству вводимых слов. Ну, где-то кусочек от 100 до 500 слов – это вполне достаточный объем для того, чтобы оценить уровень сложности текста. А вот последний сайт, который помогает оценить читабельность текста, он рассчитан на англоязычные тексты. Поэтому если мы пишем для международных изданий, для зарубежных журналов, либо для отечественных журналов, но индексируемых в международных базах, там требование представлять текст на английском языке, вот можно проверить по этому ресурсу англоязычную часть. Насколько она соответствует тому стилю и дотягивает ли до уровня научного текста. И не слишком ли перегружена какой-то конкретикой, терминологией, если мы рассчитываем на более широкую аудиторию. Это один из моментов, которые следует учитывать, работая с текстами и готовя их к публикации. Второй момент, по которому очень часто задают вопросы, это чем пользоваться, как вставить формулы в текст. Для технических, для математических журналов, да и для экономических тоже, очень часто мы используем различные формулы. И тут два варианта встречаются в разных изданиях. Либо особые требования отсутствуют, либо приводятся требования у вставки формул только с помощью специальных редакторов. Иногда они в изданиях указываются. И чаще всего используются два формульных редактора. Может быть, есть и другие требования, но мне в основном попадалось требование формульного редактора MatType. С помощью MatType, если этого редактора нет, то тогда Microsoft Equation 3.0. Что это за формульные редакторы? MatType – это интерактивный редактор формул для Microsoft и Macintosh. Он позволяет создавать математические записи для текстовых процессоров, веб-страниц для издательских настольных систем, для электронного обучения, презентаций. Поэтому области применения широкие, и им действительно очень удобно пользоваться. Программа является более функциональной версией, чем Microsoft Equation, которая входит в комплект Microsoft. Но и тот, и другой разрабатывались одной компанией. Авторские права принадлежат одной и той же компании. Просто Microsoft в свое время купил вот эту версию Microsoft Equation, и с тех пор ее практически не обновлял, не дополнял. Поэтому MatType – более расширенная версия. И если вы постоянно используете в своих статьях или в своей работе различные формулы, лучше пользоваться первым вариантом расширенной версии. Но она требует установки, требует скачивания. А Microsoft Equation скачивать не нужно. И, конечно, он уже идет в приложение к Word. Он есть. Самые простые формулы. Если нет особых требований к вставке, к использованию формульных редакторов, редакторов формулы, можно воспользоваться самым простым способом. Это вкладка «Вставка» в Word. Либо с использованием символов. Выбираем нужные символы и формируем наши формулы. Либо выбираем нужные уравнения, если они есть. Есть еще несколько горячих клавиш, которые помогают нам разобраться с индексами. Тоже очень частый вопрос, который задают, а как поставить степень, либо как обозначить нижний индекс, например, для каких-то коэффициентов в химических формулах. Есть такие горячие клавиши, которые позволяют нам быстро создавать атрибуты формул. Ctrl и равно – это нижний индекс. Причем, пожалуйста, он и работает с текстом. И Ctrl и Shift плюс равно – это задает верхний индекс. Поэтому, если нет каких-то особых требований к использованию редакторов формул, можно пользоваться вот такими горячими клавишами и в сочетании с вот этими функциями. Вставка формул с помощью Microsoft Equation. Выбираем вставка, вставка объект, открывается окошко, выбираем название формульного редактора и у нас открывается поле с выбором и набором таких вот различных формул, которые мы можем использовать, составляя наши формулы. Здесь возможностей, конечно, больше, чем в приведенных выше примерах, но работаем только в этом поле. Единственное требование при наборе формул – не чередовать фрагменты из различных редакторов формул, набирать с кусочками, набранными непосредственно в тексте строки, основным шрифтом, символы, набранные с помощью команды «вставка в символ», либо с помощью горячих клавиш. Вот такого лоскутного одеяла желательно не допускать, потому что потом при публикации вашей статьи формула может выводиться некорректно, либо часть информации может исчезнуть. Но это связано с особенностями издательскими, поэтому где-то требуются определенные редакторы, где-то просто предлагаются на выбор. Часто Matype заменяют в Microsoft Equation, и это допустимо. Самое главное – в принципе единообразие, так же, как и при библиографических описаниях. И небольшой вывод по первой нашей части. Необходимо четко соблюдать требования научного издания. Не забывайте проверять статью на читабельность, насколько она соответствует по уровню сложности текста и восприятия текста уровня научной статьи. Использовать транслитер-тестировщики для определения уровня читабельности текста и использование редактора формул для вставки формул, особенно если это указано в требованиях издания. Вот здесь проявлять самостоятельность не рекомендуется. И не создаем лоскутного одеяла, набирая разные формулы, либо разные части большой формулы разными способами. Принцип единообразия соблюдаем в нашей статье. По структуре текста публикации. Примерная структура текста публикации. Основные элементы в русскоязычных журналах и зарубежных в основном совпадают. Для журналов, индексируемых в международных библиографических и реферативных классах, необходимо дублирование всех элементов на английском языке. Но в разных журналах могут быть различные требования к набору элементов этой структуры. На это тоже следует обращать внимание. Основные элементы приведены. Вот здесь примерная структура. Практически полная текста публикации для русскоязычного журнала. Но здесь между текстом статьи и литературы еще может быть присутствует такой факультативный элемент, как указание различной благодарности, информация о грантах и так далее. В некоторых изданиях это присутствует, но не во всех и не во многих. Основные элементы – это индекс ПОУДК, фамилии, инициалы авторов обязательно должны быть, сведения об авторах и авторах, сведения об аффиляции, название статьи, аннотация, ключевые слова, текст и литература. Примерно то же самое мы видим и для структуры текста публикации в журналах, например, из базы Скопус. Отсутствует только индексация ПОУДК, а все остальное практически повторяется. Единственное, что… Ай! Дублирование всех элементов идет на русском и английском языке. Где-то идет прямой перевод, фамилии, инициалы авторов, и в основном здесь используется принцип транслитерации, все остальное дублируется на английском языке. И принцип транслитерации используется еще при составлении списков источников, при статей на библиографии, вот там тоже этот принцип используется. Что это такое? Транслитерация – это представление русскоязычного текста, перевод с кириллицы, на латиницу по различным правилам транслитерации. Если мы используем различные правила или вообще их не используем, это может привести к потере необходимой информации в аналитических системах. Тех же Скопус, Веб оф Сайенс. Важна транслитерация и для составления пристатейного списка. Существуют общепринятые системы, и в требованиях к публикациям издательства обычно их указывают. Какой системой рекомендовано пользоваться? Например, при анализе словаря российских авторов в Скопус, наиболее распространенной и одной из самых корректных считается система BGN – Board of Geographic Names. Наиболее распространенные варианты транслитерации – их четыре. Простая система – система библиотеки Конгресса, BGN и система Госдепартамента. Табличка достаточно большая. Я ее вам здесь в материалах тоже привожу. Потом можно будет посмотреть. В основном они совпадают, но есть и различия. Для того, чтобы сделать этот процесс, опять же, максимально удобным и быстрым, существуют ресурсы для транслитерации. В интернете можно найти, достаточно много сайтов этим занимается, но самый часто используемый и достаточно простой – это транслит. Ссылка на него здесь есть. И как им примерно пользоваться? Интерфейс интуитивно понятный. Все достаточно просто. Сюда вставляем текст, вводим текст, либо скопированный, либо руками набираем. Сюда же можно список наших ссылок на кириллице. Выбираем систему. Вот здесь BGN есть в списке. И есть еще, я ее специально вам оставила на экране, BSI. В некоторых изданиях встречается требование оформления пристатейного списка для блока референс, представление списка источников на английском языке, именно в этой системе. Поэтому она здесь тоже есть. И потом нажимаем кнопочку «Транслит» и у нас выходит уже транслитированный список. После транслитерации, обратите внимание, все равно потребуется корректировка списка источников. Например, если мы делали наш пристатейный список с помощью этого ресурса в соответствии с видами издания и с требованиями к оформлению. Еще один маленький момент, связанный с транслитерацией, используемой для составления пристатейного списка. Если мы даем ссылку на работу зарубежного автора, но мы читали ее в переводе на русский язык, и ссылка дается на этот русскоязычный перевод, то транслитировать имя зарубежного автора не надо. Приводите его в оригинале, не на русском языке, а на оригинале, как оно должно быть написано, на английском языке. Иначе у нас получится вот такая вот вещь. Маркс превратился совсем не в того Маркса, а МОС совсем не в того МОСа. То есть все равно придется обращаться к первоисточнику и писать фамилию правильно. Обращайте, пожалуйста, на это внимание, когда вы работаете с переводными, даете ссылки на переводные работы. Следующий момент, очень важный для научных изданий, это индексация по УДК. Скажите, пожалуйста, коллеги, приходилось ли вам сталкиваться с необходимостью проставлять индексы по УДК? Как расставляли? Да, это сейчас самое распространенное, наверное, требование. Одно из самых распространенных – определение индекса самим автором. Составляли вы его сами, обращались к библиотекарям или библиографам, либо оставляли на откуп редакции? Сами. В основном? О, Михаил Павлович, есть библиографический отдел. Отлично, Галина Александровна, библиографы, остальные самостоятельно. Да, два самых лучших варианта – это либо обратиться в библиографический отдел или к библиографам, либо расставлять приходится самостоятельно авторам. При библиографы и библиографический отдел – это, наверное, самый лучший вариант, но здесь есть маленький нюанс. Скажу вам, как немножко человек, побывавший по обе стороны баррикад, пожалуйста, представляйте полную информацию о вашей статье в библиографический отдел, либо библиографу. Мне приходилось наблюдать такую ситуацию. Прибегает студент, приносит бумажку с написанной темой статьи, бросает ее в библиограф и говорит, вот преподаватель просил быстро расставить. Нужно срочно определить код по УДК. По теме статьи достаточно сложно определить, бывает, и специалисту в области библиографии, поэтому нужно видеть всегда первоисточник, не только название и тему статьи, но и хорошо бы еще аннотацию и хотя бы ключевые слова. Если нам самостоятельно приходится определять индексы по УДК, можно воспользоваться, да, вот как Татьяна Викторовна, ой, почти тезка, сказала сама по онлайн-кодификатору. Онлайн-кодификаторов достаточно много ресурсов для онлайн-индексации. Ну, вот один из таких самых простых, самых удобных, я вам здесь привожу, можно им пользоваться. Но в нем нет алфавитно-предметного указателя, есть онлайн-кодификаторы с наличием АПУ. Вот ими пользоваться гораздо удобнее, когда нам необходимо несколько кодов определить для нашей статьи, когда она подпадает под несколько тем и получается сложный индекс. Чем конкретнее индекс по УДК, тем лучше для нашей статьи. Поэтому лучше смотреть те кодификаторы, где есть АПУ, алфавитно-предметный указатель и справочный аппарат для расстановки индексов. Да, Михаил Павлович, спасибо большое за уважительное отношение к труду библиотекарей и библиографов. Первая страница статьи с аннотацией и с ключевыми словами. Ключевые слова тоже не забывайте в этот списочек добавлять, когда приносите для индексации. И лучше при этом... Отлично, отлично. Лучше, конечно, при этом тоже поприсутствовать, так как у библиографа могут возникнуть вопросы, а никто, кроме самого автора, лучший текст и содержание текста своей статьи не знает. Ну вот, как работает тот онлайн-кодификатор, который я вам здесь привожу, если мы еще не пользовались. Очень удобная штучка, которая позволяет нам выбрать и достаточно быстро расставить коды для нашего примера. Пользоваться им достаточно просто. Поэтому, кто еще не пользовался или пользовался, но другими, берите, добавляйте в свой список. Это действительно очень удобный такой ресурс, простой. И следующий элемент, важный элемент после индексации – это сведения об авторах. Сведения об авторах. Авторская аннотация. В среднем аннотация рассчитывается где-то до 500 слов, там плюс-минус, но встречаются требования, особенно к публикациям в зарубежных изданиях, 150-250 слов. Поэтому для нас важно уметь писать как большие, так и короткие аннотации, и основные требования к ним достаточно простые. Точность формулировок. Обязательно должно быть описание проблемы, пути решения, какие подходы применяли, какие методы использовали, цель, задачи. И обязательно должны быть представлены главные выводы и результаты, чего не рекомендуется делать в аннотациях. Рекомендуется избегать использования аббревиатур и ссылок на литературу, на какие-то источники в аннотациях быть не должно. Для общих фраз. Вот пример авторской аннотации с выделенными основными моментами. Все здесь есть, никаких общих слов не присутствует. Есть цель, представлены эмпирические результаты. В том порядке, как проводились исследования, и они описаны в статье, также они описываются и в аннотации. Указана актуальность, цель и задачи. Да, и основная значимость этого исследования, представленная в статье. Качественная авторская аннотация на английском языке. Вот качественное представление аннотации на английском языке к русскоязычным статьям – это такая хорошая проблема для российских авторов. И здесь необходимо иметь в виду, что аннотации на английском языке даже в русскоязычных изданиях представлять необходимое, и следует им уделять большое внимание. Ага, увидела сообщение Михаил Павлович, простите, увлеклась аннотациями в ключевых словах, не повторять термины и заглавия. Ага, мы сейчас про ключевые слова как раз к ним приближаемся. Сейчас скажу про ключевые слова. Так вот, про аннотации. Даже в русскоязычных изданиях их уделять им внимание стоит, так как они являются очень часто, особенно для иностранных специалистов, как правило, единственным и основным источником информации о вашей статье, о ее содержании и о тех результатах исследований, которые вы в ней заявляете. По аннотациям именно зарубежные специалисты оценивают вашу публикацию, определяют свой интерес и к вам, как к автору и к вашим разработкам, и могут использовать и давать на нее ссылки в своих работах. Поэтому это важный элемент для приоформления наших публикаций. Аннотация на английском языке, на русскоязычную статью по объему может быть больше аннотаций на русском языке, а так как за русскоязычной всегда идет полный текст на том же языке, а с англоязычным, если нет перевода на английский язык, здесь приходится немножко пошире раскрывать тему. Обязательные качества аннотации на английском языке к русскоязычным статьям. Информативная – не содержит общих слов. Оригинальная – это значит не калька русскоязычной аннотации, что частенько происходит, просто берем и переводим на английский язык. Нет, она должна быть написана оригинально с учетом того, что человек не будет читать, не сможет прочитать ваш текст на русском языке. Да, для англоговорящих. Если текст дублируется на английском, тогда да, тогда может и не превышать. Отражает основное содержание статьи и результаты исследований, требования к содержанию. Логика описания результатов в статье соответствует логике и представлению их в аннотации. Англоязычная. Английский язык качественный, никогда никаких переводчиков автоматических не используя. Google здесь на мне в помощь. И компактная. Должна укладываться в объем от 100 до 250 слов. Это обычное требование, часто встречающееся к аннотациям на английском языке. И по ключевым словам. Добрались до ключевых слов. Ключевые слова обязательно должны быть к вашей статье. Это такой якорь для поиска в автоматизированных поисковых системах вашей статьи. Смысловое ядро вашей статьи. В среднем используется 3-5, хотя встречаются рекомендации составлять ключевых слов до 12. И в некоторых изданиях допускается наличие ключевых слов до 10-12. По поводу повторения, неповторения в тексте работы, в аннотации. Да, желательно, чтобы присутствовали. Но постоянно повторяться в тексте работы они не должны. Чем чаще повторяется, тем лучше. Это не тот вариант. И вообще могут отсутствовать в тексте самой работы. Откуда такой разброс? Здесь два подхода к понятию определения «ключевые слова» для публикации. Есть один подход. Это определенные слова из текста, которые способны представить наиболее значимые слова, по которым можно ввести оценку и поиск вашей статьи. И второе – использование ключевых слов как некоего ярлыка, метки, которые характеризуют вашу статью. То есть ключевые слова как тег. По набору таких ярлыков можно быстро понять, чем отличается одна статья от другой на ту же тематику. И данный термин объясняет еще одно предназначение ключевых слов. Отличие тега в том, что слово может вообще не встречаться в тексте, не только в заглаве, но и в аннотации, и в тексте самой работы, но оно может характеризовать этот текст. Поэтому мы его тоже в список ключевых слов можем включать. Для того, чтобы сформулировать ключевые слова статьи, можно использовать вот такую подсказку. Пять вопросов, ответы на которые могут нам помочь сформулировать и подобрать нужные ключевые слова. О чем статья, объект, субъект исследования, какова задача исследования и узкая специализация. Ну вот, давайте посмотрим, например, на примере. Если мы готовим материал на тему, как подготовить статью к публикации в научном журнале. Давайте попробуем определить ключевые слова, используя ответы на эти вопросы. Причем не обязательно использовать все вопросы в обязательном порядке. мы можем выбрать те, которые для нашей публикации необходимы. Коллеги, можете привести пример двух-трех ключевых слов вот для нашей такой вот темы публикации? Используя данные вопросы. По одному примеру давайте в чат попробуем. Вот какие бы ключевые слова или фразы вы подобрали бы для вот такой темы? Ага. Основные требования научной публикации. Спасибо. Давайте еще пару примеров. Научная статья. Спасибо, Татьяна Николаевна и Светлана Викторовна. Требования, структура, цитируемость. Ага, спасибо, Галина Борисовна. Коротко, ясно, лаконично. Ну, давайте посмотрим. Ага, оформление статьи. Спасибо, Ирина Александровна. Да, да, точно. Ну, вот примерно еще вариант. Статья о публикации. Спасибо, Татьяна Викторовна. Да, статья о публикации, которую мы готовим по определенным критериям. Поэтому, да, первая такая ключевая фраза, набор ключевых слов – это публикация в научном издании. Объект исследования. В этом случае у нас требования и рекомендации к научным публикациям. Требования и рекомендации научных изданий. Соответственно, это может стать и набором ключевых слов. Субъект в данном случае ключевым не является. Мы этот вопрос можем опустить. Задание исследования. Привести статью в соответствии с требованиями научного издания. Узкая специализация исследования. Ну, например, публикация статьи в академическом журнале, индексируемом в Скопус. И вот мы круг ключевых слов. На основании ответов на эти вопросы можем кратко определить следующим списком. Публикация в научном издании. Требования к научным публикациям. Рекомендации Скопус в Эппо в Сайенс. В соответствии с требованиями к научным изданиям. Подготовка статьи. Критерии. Скопус можно разделить критерии в Эппо в Сайенс. Но самое главное, чтобы у нас не было длинных фраз. Где-то 4 слова без предлогов. Это нормально. Больше не следует. Альберт Баширович, спасибо. Требования наука. Ну, здесь смотрите. Да, у нас не было аннотации. У нас не было текста самой подготовленной статьи. У нас была только тема статьи. Поэтому здесь нам немножечко сложнее, я понимаю. Но мы потренировались задавать вопросы и использовать эти вопросы для подбора ключевых слов. Вот ими можно пользоваться такой подсказкой. Дополнительные вопросы для формирования списка ключевых слов, которые еще можно использовать. Какие термины используются в статье? Это был у нас, прошу прощения, не там, у Михаила Павловича, да, про термины и заглавия. И заглавие, да, не рекомендуют использовать в ключевых словах. Но есть термины, которые мы используем в статье. Термины, с которыми статья может быть логически связана. Название организации, персоны, географические области и другое, с чем ассоциируется статья. Здесь же я вам привожу вот такую ссылку на статью «Подбор ключевых слов для научной статьи». Более подробно можно посмотреть и познакомиться с материалом в данной статье. Достаточно интересно написано. Много полезной информации можно оттуда также дополнительно еще взять, если волнует вопрос о ключевых словах. Итак, четко соблюдаем требования научного издания. Следуем обозначенные в структуре статьи. Чаще всего она в требованиях и указывается. Аннотация должна быть качественная, собственно, как и перевод на английский язык, если мы заинтересованы в англоязычной публикации. Никогда не используйте автоматические переводчики при подготовке статьи на английском языке. И текст основной статьи, и при подготовке аннотации, перевод ключевых слов лучше, если сами не владеем английским языком, прибегать к услугам профессиональных переводчиков. И тщательный подбор ключевых слов. По ключевым словам потом будет осуществляться поиск вашей статьи и в базах данных, и в автоматическом поиске. Ключевые слова Екатерина Анатольевна. Что имеете в виду ключевые слова в единственном или множественном числе? Немножко не поняла. Что имели в виду? Как писать в список ключевых слов требование или требования? Это, наверное... Если об этом вопрос, то исходите из темы вашей статьи. Из основного содержания вашей статьи. Если вы рассматриваете требования числа. Честно говоря, с такими требованиями не сталкивалось. Но если о количестве ключевых слов, то где-то 3-5, 3 минимум, 12 максимум в основном в этих пределах. А если в каком единственном или множественном числе указывать ключевые слова, таких требований, честно говоря, в научных изданиях мне не попадалось. Если увидите, ссылочку мне, пожалуйста, дайте посмотреть. Очень интересно. Здесь, исходя из сути содержания вашей статьи, если вы рассматриваете различные подходы к чему-то, то так вы в ключевых словах пишите. Подходы к... Если вы рассматриваете основные проблемы... Да. Здесь нет общего стандарта, нет общего единственного требования, в каком случае так, в каком случае по-другому. Поэтому, да, это вечная проблема для каталогизаторов и тех, кто занимается рубрикацией. Но ничего не поделаешь. Пока есть так, как оно есть. И по оформлению ссылок. Ссылками, которые оформляем в нашем тексте, здесь попроще, посложнее с оформлением списка. При статейной библиографии. Оформление ссылок в основном это ГОСТ 2008. Чаще всего сейчас используется формат затекстовых ссылок. Есть затекстовые, внутритекстовые тоже применяются, но реже. И практически не применяется. Сейчас идет уход от подстрочных ссылок. Если ВКР, в рефератах, в студенческих работах они еще используются, то в научных публикациях уже практически нет. В тексте приводится отсылка, порядковый номер источника в списке и указание страницы, откуда взята цитата. В списке дается отсылка на список к русскоязычному тексту, если мы говорим о публикации в зарубежных изданиях. Зарубежная часть не нумеруется, а русскоязычная там нумерация есть. Ссылки приводятся на все заимствования. Говорим ли мы о прямом или косвенном цитировании, ссылка обязательно должна быть. При оформлении прямого цитирования для публикации в изданиях, индексируемых в Скопс и в Эпп оф Сайнс, начинается война лапок против елочек. Вот здесь обратите внимание, используются кавычки только лапки, елочки не применяются. Вот это следует помнить, когда мы оформляем цитаты. В список источников включаются только те работы, на которые были даны ссылки в тексте статьи. Поэтому проверяйте, пожалуйста, внимательно, чтобы у вас на все источники в вашем списке хотя бы одна ссылка, но присутствовала в вашей работе. Иначе это будет нарушением требований, и статью могут развернуть. Да, автомобильные дороги, дороги автомобильные, автомобильная дорога. Действительно, проблема существует. Единственного верного решения, честно скажу, наверное, нет. Вот здесь и требуется согласованная работа с автором. Что он имел в виду и в каком... Еще, Михаил Павлович, четвертый, третий, да, первый, второй, четвертый вариант. Дорога автомобильная. Здесь, наверное, в каждом случае индивидуально. Да, 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 приходится работать индивидуально. Это очень сложный процесс, подбор вот этих ключевых слов. Как лучше написать. И здесь, наверное, требуется совместная работа автора и библиографа. В одиночку и тому, и другому справиться, может быть, достаточно сложно. При оформлении списка источников для русскоязычных журналов есть требования, выделение курсивом фамилий авторов. Ну и по ГОСТу 2008 приводятся фамилии всех авторов. Да, в самом начале. Во втором случае здесь есть несоответствие правилам описания. Да, во-первых, вот здесь, где режим доступа нет пробела после двоеточия. Это ошибка. Так не должно быть, вот режим доступа, да, должно быть, после двоеточия должен быть пробел перед адресом. Дата обращения указана некорректно в первом варианте в соответствии с ГОСТ 2008. И указание названия издания после двух косых черт, да, после дабл-слэш, научно-практический интернет-журнал, название приведено в кавычках. Светлана Митрофановна, как библиограф, есть ли здесь нарушения в правилах оформления? Приводим ли мы название журнала в кавычках? Или это нужно избегать? Михаил Павлович, бурная реакция это? Да, да. А, я поняла, это на «нет, никогда не приводим название в кавычках». Конечно, не приводим, поэтому лучше сделать, как в первом варианте, без… Да, 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 дата обращения в первом варианте правильно, во втором она проведена с ошибкой. И лучше всего указывать сначала название, как в первом варианте, название журнала без кавычек. Обязательно в случае необходимости потом через пробел, отделенный с двух сторон пробелами, ставим двоеточие, и тогда уже пишем научно-практический интернет-журнал и дальше дата, год, номер, выпуск. Еще обратите внимание, в первом случае у нас написано URL, во втором случае у нас написано режим доступа. Да, не успела дойти до пробелов, Светлана Митрофановна, совершенно верно. Пишем… лучше вы… и придерживаться единой системы. Если пишем URL, то URL, если уж везде режим доступа, то режим доступа, но если вы готовите список источников для журнала, который будет реферироваться в международных базах данных, тогда лучше использовать URL. URL. По поводу лишних пробелов. Точка от предыдущего слова пробелом не отделяется. То есть экономика образования – точка, пробел здесь действительно лишний. 213 – точка, пробел между тройкой и точкой, он здесь лишний. А вот после точки пробел остается. На это тоже обращайте внимание. Ага, Михаил Павлович привел описание. Да, да, да. Вот на такие мелкие детали лучше внимание обращать. То есть точка от предыдущего слова или предыдущей, последней цифры не отделяется пробелом, а вот после точки, как разделительный знак, пробел используется. Список источников для изданий, индексируемых в Web of Science и в Scopus, как правило, состоит из двух частей, из двух таких блоков. Список к русскоязычной статье и references – это англоязычный список к англоязычной статье. Схема описания источников в references. Фамилия авторов пишется через запятую, между фамилией и инициалами одного автора запятая не ставится, приводятся они в транслитерации, дальше идет, вот прямо на примере можно посмотреть, да, и обратите внимание, здесь они для списка источников references не выделяются курсивом. Перевод заглавия работы на английский язык, перевод, а не транслитерация. Затем идет название русскоязычного источника, вот это уже в транслитерации пишется курсивом. И далее в квадратных скобках приводится перевод названия источника на английский язык. Выходные данные, место издания, год, номер выпуска и страницы даются обозначениями на английском языке, указания страниц, и иногда идет требование, либо рекомендация указывать язык работы. На каком языке была написана работа. Это основные требования, такие общие, для описания источников в references. И несколько правил, которые используются для данной части списка. Например, для журналов, которые индексируются в скобус. Список источников references должен полностью повторять содержание списка к русскоязычной части статьи. Для транслитерации используем онлайн ресурсы. Обязательно сверяемся еще раз по какой системе мы используем, какую транслитерацию мы используем. Место издания пишется обязательно полностью на английском языке, не транслитерация, а перевод. А вот название издательства транслитерируется. При необходимости добавляется сокращение паба в указание на то, что это издательство. И обязательно указываем страницы, как для диапазона, так и для обозначения общего количества страниц. И самое главное, знаки double slash, двойная косая черта и тире, в качестве разделительных знаков предписанной пунктуации не используются. Если в русскоязычной части в соответствии с ГОС-2008 может быть, это может быть замена на точку, знака точка тире, либо использование знака точка тире. Но это обычно в требованиях к изданию, в издании говорится, либо так, либо так. Но опять же принцип единообразия. Если уж везде ставили ставить только точку, значит во всех описаниях в русскоязычном блоке должна быть только точка. Если точка тире, значит точка тире. А вот для англоязычной версии вот эти знаки не используются, не применяются, они базами данных не воспринимаются, поэтому чтобы не было ни разберихи, их лучше не использовать. Запятая между фамилией и инициалами авторов не ставится, и название источника набирается курсивом. И еще важное примечание, какие источники лучше всего использовать. Да, Михаил Павлович, совершенно верно. Это вот то, о чем я и говорю. Обычно журналы сами предлагают один из способов. Либо заменяем точку, либо оставляем точку тире, но здесь соотносите те образцы, которые они предлагают авторам в качестве образцов, с теми требованиями, которые они предъявляют. Потому что иногда бывает так, что в одном описании часть описания идет с точкой тире, вторая часть этого же описания идет без использования тире. То есть такая вот не разбериха, но это, скорее всего, опечатки, какие-то описки, они встречаются, поэтому здесь имеет смысл смотреть внимательно, соотносить с требованиями. У кого объем ограничен, просят точку ставить. Не только с этим связано. Если журнал выходит на русском языке, но индексируется в международных базах, в том же скопусе, например, они максимально стараются приблизиться к западным вариантам и требованиям к составлению описаний. Поэтому они, вот эти знаки, стараются убрать, то же самое, тире по максимуму. И когда вы используете материал для написания своей статьи, обратите внимание, что для англоязычных журналов, для журналов, индексируемых в Web of Science и в скопусе, преимущество – это ссылки, а дается ссылкам на статьи из периодических, либо продолжающихся изданий. Так как в основном только они и реферируются, и индексируются, и отслеживаются в этих базах данных. Все остальные источники могут быть не проиндексированы. Поэтому на это тоже, пожалуйста, обращайте внимание. Такой вариант составления библиографического списка считается более рациональным. И зарубежная система цитирования, они индексируются, в них индексируются именно статьи из научных сборников и журналов. Поэтому вот это вот тоже такой момент, на который следует внимание обращать. Итак, ссылки оформляем в соответствии с ГОСТ-2008, библиографическая ссылка. Если иное не указано в требованиях самого издания, список источников для журналов, индексируемых в международных базах, будет состоять из двух частей. Если это журнал, который в международных базах не индексируется, то сначала мы даем общий список изданий на русском языке и потом на иностранном. Либо они могут предъявить, опять же, требование, что все в общем алфавите, но это реже, обычно разделяют. Список источников к русскоязычной части статьи по ГОСТ-2008, на него ориентируемся. И референсис в соответствии с одним из стандартов для составления списков источников, которые приняты в конкретном научном издании. Для SCOPS применимы 8 стандартов составления списков, и любой из них может быть использован тем или иным изданием. То есть размещаете вы статью в одно издание, там требования по Гарвард, в гарвардском стиле оформления, а в другом издании может быть требование оформления вот этой части референсис по EPA. Психологическая американская ассоциация. И то, и другое приемлемо. Поэтому здесь нужно обращать внимание на образцы и на те требования, которые в данном издании присутствуют. Но в любом случае, если вы оформляете в одном из этих стандартов, если не указано какой-то конкретной, ошибкой не будет. Если один из тех восьми, которые приняты, например, в SCOPS, и вы публикуете свою статью именно в журнал, который там не рецензируется. Итак, коллеги, мы с вами подошли к завершению нашего сегодняшнего такого обзорного, наверное, вебинара об основных ключевых моментах, на что стоит обратить внимание при оформлении научной публикации, чтобы получить больше шансов попасть на место под обложку хорошего журнала. И у меня к вам в конце, прежде чем мы с вами попрощаемся, будет один вопрос из четырех пунктов. Конечно, все мы за один час рассмотреть с вами просто физически бы не успели и разобраться во всех тонкостях, так как проблема действительно очень глобальная и многоаспектная. Поэтому я вам предлагаю вот такой вариант – выбрать темы для будущих вебинаров. Четыре варианта я вам здесь привела. Если интересуют все, так можно написать словом «все», либо поставить один диапазон 1-4, либо выбрать какую-то одну тему. Если нужно конкретизировать, пожалуйста, поставьте номер, например, темы и напишите свои пожелания к ней. Если есть свои предложения, пожалуйста, тоже напишите в чат, так, чтобы нам сориентироваться. Ну и, соответственно, это будет влиять на приоритетность выбора темы ближайших, наверное, вебинаров. Спасибо. Спасибо. Пишите, пишите. Наше время, в принципе, уже закончилось, но я думаю, минут пять нам дадут пообщаться и выразить свои пожелания. И я потом проанализирую ваши ответы и учту это при составлении тематики дальнейших вебинаров. Ага, Павел Юрьевич, спасибо. Время есть, время терпит нас. Поступил вопрос во вкладочку «Вопросы» о примерах правильного оформления источников электронных и печатных. Уважаемые коллеги, во-первых, у нас есть такой ресурс по примерным образцам правильного оформления, но по ГОСТ-2003. Примеры можно смотреть в тех же самых ГОСТ-2008, если мы говорим о публикациях в изданиях, либо в ресурсах, которые помогают нам сформировать список для референсис. Поэтому здесь непонятно о каких примерах правильного оформления и каких источников идет речь. Электронных и печатных журналов, электронные ссылки на веб-статьи, либо по ГОСТ-2003, либо для отдельного списка источников, либо для публикации в научном журнале, или для ВКР. Поэтому здесь требуется конкретизация вопросов, чтобы мне ответить точно, а не давать какие-то общие вещи. Почему стандарты разные для ВКР, статей и прочего? Есть же ГОСТ-2008. Смотрите, Вячеслав Федорович, ГОСТ-2008 – это ГОСТ на составление библиографической ссылки. Это российский ГОСТ. По ГОСТу 2008 список библиографии не формируется. То, что дается в научных статьях, оформляется по ГОСТ-2008 в конце – это список затекстовых ссылок. Вот то, что мы в тексте даем в квадратных скобочках, номер источника и указание страницы. Нужно указать какие-то данные. Вот это затекстовая ссылка. И если посмотрите в ГОСТе 2008, там указано. Это список затекстовых ссылок. То есть в этом случае это не отдельная часть работы, не отдельный самостоятельный инструмент, как прикнижная библиография. А список затекстовых ссылок к тексту нашей статьи. Поэтому чаще всего в научных изданиях используется ГОСТ-2008. А вот списки источников к тем же ВКР в методических рекомендациях очень часто идет. Это принимает решение библиографирующая организация. И часто кафедры и вузы принимают решение о применении ГОСТ-2003. Библиографическая запись, библиографическое описание. И список источников, использованных для ВКР, используется в 2003. Потому что там есть, для ВКР действуют правила при подстраничных сносах, подстраничной ссылке, где информация об источниках уже указывается. Вот эта вот и есть ссылка по ГОСТ-2008. А в конце, как самостоятельный список источников, в конце работы, он существует как самостоятельная отдельная часть. Он может так существовать. Он напрямую со сноской из текста не связан, а только через ссылку. Поэтому вот здесь есть, да, такое расхождение по 2008-му, либо по 2003-му. Вообще списки, библиографические списки, они в основном делаются по ГОСТ-2003. Но так как наши журналы научные, чем серьезнее журнал, тем больше и чаще он стремится индексироваться в международных базах. А там правила составления при статейных списках, по которым и проходит индексация, они похожи на ГОСТ-2008. Вот поэтому в научных изданиях, когда мы говорим о статьях, используется ГОСТ-2008. ЧИ-8. Да, да, да. Светлана Викторовна, по поводу подтверждающего участие документа, по поводу сертификата. Давайте так, я вам оставлю свою почту. Вы мне напишите, я уточню этот вопрос по поводу сертификатов. И вам тогда отвечу. Возможно, возможно, что... Да, вот я адрес своей почты оставляю. Ну что ж, коллеги, всем спасибо. Большое спасибо за сегодняшнее участие. Да, самостоятельно, Екатерина Анатольевна, самостоятельно существующий список и записок затекстовых ссылок – это разные вещи. В алфавитном порядке, Михаил Павлович, но может быть и с разбивкой по видам источников. Научная литература и внутри по алфавиту, периодические статьи из периодических изданий внутри по алфавиту, электронные издания и внутри по алфавиту. Вот такое требование, например, то, что мне попадалось в методичках КВКР, есть. Да, в научных статьях есть два тоже мне варианта попадалось, либо ссылки по порядку цитирования, либо по алфавиту автора. Поэтому внимательно смотрите, опять же, в требовании данного издания. Потому что такой вариант мне тоже попадался по алфавиту, чаще по порядку цитирования, появления в тексте. Продолжение следует... Разошлась, да, обмена мнениями. Это здорово. Предлагаю продолжить в следующий раз на следующих вебинарах. Будет, наверное, о чем тоже поговорить. Итак, всем большое спасибо за сегодняшнее участие, за сегодняшнюю работу. Я, наверное, вещание остановлю, но пока я с чата еще не уйду, поэтому, если будут какие-то пожелания, вопросы, пишите. Минут пять, наверное, нам еще позволит здесь оставаться. Всем большое спасибо, всем удачного дня, хорошей недели. Спасибо. 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 Спасибо.